Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любимые, дорогие. И в преддверии праздника Победы, дорогие мои милые подписчики, я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником Победы. И, конечно же, хочу вам всем пожелать мирного неба над головой. Нам всем пожелать. Потому что, когда вот такое мирное, чистое небо, хочется жить и радоваться жизни. Но сегодня я хотела поделиться нашими маленькими радостями. Мы погуляли с мамой по Калуге, и это такое счастье, когда есть мама, и когда с ней можно погулять, и она когда веселая и танцует, и вместе со мной веселится вот таким вот радостным моментом. В общем, дорогие мои, конечно, да, я часто-часто езжу в Россию. Получается, раз в три месяца, максимум в четыре месяца обязательно я езжу в Россию. Прежде всего, чтобы, конечно, побыть с мамой. Ну и, конечно же, да, у меня есть и внуки, у меня еще один сын здесь в России, Илья. Ну и, конечно, еще хочется и с сестрой повидаться. Вот, кстати, в Калуге столько много каштанов, больше, чем, наверное, в Италии. Ну и, в общем, конечно, хочется повидаться со всеми, со всеми родными и близкими. Потому что в это время, которое сейчас у нас есть, нужно дрожить каждым днем, проведенным со своими родными и близкими, мои хорошие. Ну и, конечно, очень мне нравится Калуга, которая вот ко Дню Победы очень хорошо приготовилась. Ну а мама по традиции, по традиции хочет потанцевать вот с этим интересным мужчиной. Ура! Вау! Субтитры сделал DimaTorzok 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 И чебуреки – это тоже обязательно наша традиция, когда мы здесь гуляем по городу, на театральной площади, мои хорошие, есть замечательная чебуречная, где есть еще и пончики. Это сказка, скажу я вам. Если кто не знает, обязательно, обязательно посетите это сказочное заведение. Нам повезло. А вот в мае вот такая вот у нас приключилась интересная погода. Наведали мы и сестру. Оказывается, Илья у нас главный рыбак. Он целое ведро рыбы наловил, выпустил. И только выпустил, еще одна поймалась. В общем, вот такое тоже приключение у нас было. И это было тоже хорошо, потому что пообщались. Ну, такая большая у нас банда была и с моей сестрой, и ее муж, и ее сыновья со своими женами и со своими маленькими детьми. В общем, было очень и очень весело. Ну, и, конечно, делюсь с вами видами нашей замечательной Калуги. Калуги солнечной. Ну, вот Илья еще с рыбкой такой миленькой. И, конечно, после этого я хочу с вами поделиться Калугой еще снежной. В общем, пока оформляла документы, у меня нужно были документы на газ оформить туда-сюда. Вот такие еще интересные скульптуры я тоже нашла в Калуге. За это время, короче, я сделала и документы свои, еще и красоту навела, немножко губки, немножко бровки, немножко ноготочки. В общем, делаю все в России. Ну, а сегодня еще вот немножечко прогулялась. Уже театральная площадь уже украшена полностью к 9 мая. Будем надеяться, что завтра будет хорошая погода. Ну, а мы будем наблюдать по телевизору весь парад победы. Ну, и потом, может быть, схожу еще погуляю, может быть, с мамой, может быть, отдельно, потому что сейчас уже солнышко тоже выглянуло к вечеру. Но погода, погода была хо-хо. Вот здесь вот еще моментальные фотографии за 100 рублей можно сделать. Вообще все мне нравится. Калуга сказочно красивая. Ну, дорогие мои, делюсь, делюсь с вами вот такими замечательными видами. Калугу я обожаю, а праздничную Калугу обожаю. Очень мне нравится погулять здесь. Еще мороженое я не ела. Это тоже предстоит. Это тоже предстоит. А сегодня вот увидела, как такие ребята окна моют верхолазы-скалолазы. Тоже было мне приятно на это посмотреть, потому что как раз выглянуло солнышко, и на солнышке вот это все было. А потом, когда я возвращалась домой, посмотрите, какая метель. Но я думаю, что сейчас метелью никого не удивишь. Это метель в Калуге, но она тает. Я позвонила Колюшке, своему брату в Москве. Он говорит, а у нас метель и не тает. То есть в Калуге сегодня передают минус два, а в Москве ночью передают сегодня до минус пяти, дорогие мои. Но я думаю, что мы прорвемся, и поскольку завтра День Победы, победим и неприятную погоду. Как говорит Кот Матроскин, неприятность эту мы переживем. Всех вас люблю. Солнечного всем настроения. Несмотря на то, что у нас есть настроение, несмотря на то, что у нас есть настроение.